Здравствуйте, дорогие телезрители! Несмотря на всю новогоднюю суету, я, Алексей Коноплев, и программа «Репортер» продолжает давать вам новогодние советы. Сегодня о главном в празднике, о подарках. Самара, как и весь мир, переживает настоящий бум хендмейда. Последняя мода домохозяек – изготовление картин с помощью воска. Правда, наши самарские женщины пошли еще дальше и стали использовать для творчества утюги, строительные фены и галогеновые прожекторы. Это хобби называется «Энкаустика». Репортер оценил, насколько сложно создавать прекрасное на обычной кухне. Она согласна, что место женщины на кухне, но никто не говорит, что там обязательно нужно готовить. В интерьерах Ирины Сопруновой вместо кастрюли сковорода красуются строительный фен, пара утюгов и восковые мелки пачками. Она тут не повар, а творец. Ирина в последние годы без ума от «Энкаустики» в рисунках на бумаге горячим воском. Ее жаркие картины создаются весьма экстравагантно. Обычная домашняя плита художницы служит для разогрева холста картона, а вместо кисточки она использует утюг. Вот так вот она ставится, прогревается снизу. Как только я почувствую, что у меня картон начинает уже немного поводить, надо сразу срочно убирать. Обычную технику рисования восковыми мелками Ирина решила усложнить, добавив к процессу горелки, галогенный прожектор, валик, специальный прибор для порисовки тонких линий. А главным помощником стал строительный фен. С его помощью художница, например, разгоняет облака. Ирина уверяет, несмотря на видимую сложность данной техники, научиться рисовать утюгами и воском может даже ребенок. Дома для тех, кто захочет именно такую домашнюю, быструю линквостику, это утюг и фен. И какой-нибудь скребок, ну там, я не знаю, ручка шариковая, которая не пишет, которые можно подправлять там краешки какие-то. Обязательно должны быть полотенца, кухонные вот эти бумажные для того, чтобы чистить вот поверхность утюга. Ну, наверное, все. А, расчесочка очень хорошо годится, если, например, мы хотим какую-то эффекцию дать. Коммерческий эффект предсказуем. Прогретый воск разбирают, как горячие пирожки. Впрочем, настоящие профи в художественной живописи такое творчество хоть и хвалят, но всерьез не воспринимают. Слишком уж энкаустика ограничена в цветовой гамме и технических возможностях по сравнению с высокой живописью. Но Ирина на лувр и не претендует, делает для души, да и ценителей хватает. Однажды ко мне пришел какой-то человек, прям купил сразу четыре картины со стен, забрал. Вот, несколько рабов продала на выставках. Очень много картин подарила вообще за рубеж, у меня где только нет моих картин. Не знаю, что рады они мы этому люди или нет, но мои картины и в Китае, и в Германии, и там, в Болгарии, где только нет. Надеюсь, что вы все же успели купить подарки, а те, кто не успел, теперь сможет сделать их своими руками и утюгом. Главное, чтобы с душой. Ну, а теперь прощаюсь. Пока.